Я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели три урока из этого недельного чтения. Я уже сказал, что это всё, что мы изучаем, это просто настолько интересное и важное. Сейчас ситуация, в которой мы имеем дело. Мы должны понимать, что мы сейчас снова поколение. Все те, которые, старики, которые вышли из Египта, они умерли в пустыне. И это новое поколение стоит перед тем, чтобы войти в землю. И до этого мы говорили о коленах Исраиле. И вот вместо слова, как шевек, Исраиль, колено Исраиля, мы читаем слово «матот». И это как будто бы может дать намёк, что мы имеем дело с новой структурой. И вот мы живем в нашей жизни. И есть вещи, которые мы видим, как будто бы, вроде бы, как иран, но мы знаем, что что-то изменилось. Исраиль и каилла были шамаши, и сейчас есть шамаши, но менее и менее мы называем шамаши, менее мы называем шамаши. Если раньше были шамаши или, как сказать, дьяканы? Дьяканы, такие служители в общине. Ну, а сейчас, в принципе, они тоже есть, но больше и больше их называют лидеры. То есть, вроде бы, то же самое они делают где-то, но это как-то организовано по-другому. Мы отпечатывали и переводили бумагу, чтобы дать каждому в руки расписание на неделю. Но сейчас мы тоже это делаем, но никто их не берёт, потому что Мила рассылает всем по электронной почте. То есть, что-то меняется. И вот мы видим, что время изменило здесь. И вот Моше застряет свой язык, когда он говорит «С новым поколением». Он говорит, вы должны войти в обедобную землю. Приготовьте себя. Потому что вам будут предъявлены более высокие древни, нежели те, которые были в пустыне. Потому что здесь есть цена всему, и то, что вы зайдёте в землю, вы будете как будто ближе к Отцу Небесному, и это потребует от вас нового отношения. Это не говорит о том, что те обеты, которые они произносили в пустыне, они потеряли силу. Но он говорит, что тогда, когда вы войдёте в обедобную землю, то каждое слово, которое исходит из ваших уст, вы знаете, что вы должны будете дать отчёт за всякое ваше слово. Тоже, что я говорю сейчас, я не обращаюсь только к вам, я говорю из маму себе. Потому что иногда мы слишком легко относимся к словам, которые используются. И иногда мы неправильные слова произносим, и это не хорошо. И вот слово Божье здесь очень ясно. И вот он говорит и к мужчинам, и к женщинам. И это в сущности одно и то же. Он говорит, что если ты дал обед, ты должен держать свое слово. Но здесь как бы мы видим поблажку по отношению к женщине. И что-то странное можно увидеть. И в нашу современную эру феминизма эти самые девушки могут сказать, а что это вдруг? Но вот здесь написано. Если незамужняя девица ей произнесла какой-то обед, и отец ее не согласен с этим, он может отменить это доверие. Если она замужняя, и ее муж не согласен с тем, что она взяла на себя, он может взять и отменить. Прежде всего хочу сказать, драгоценные наши сестры, описание не умоляет вас. Но все-таки разница между мужчиной и женщиной такие есть. Потому что в соответствии с мировоззрением еврейским, мужчина это носитель мудрости, а женщина носительница разумения. И есть между ними некая разница. Хохма это нечто, что ты напитываешься от жизни. И ты постоянен в своих решениях. А вина это нечто для более чувствительных, что сходит с невестой. И женщины действительно, как правило, более чувствительные. И это не секрет, что вот это вот разумение с неба и пророчество, они порой принимают гораздо легче, проще, чем у мужчин. Но они при этом также и более эмоциональны. И от переполнения эмоций женщина может в пылу и страсти сказать какое-то слово, обет какой-то. Он немножко может выходить за несколько преувеличенные. И вот в священном писании понимаем, что тому, кто стоит на дне, отец незамужней девушки или муж, соответственно, этой жены. Из-за того, что он более такой приземленный и материальный. Вот, немножко больше по дереву. И его цель хранить, фактически оберегать женщину и хранить разумные границы. И у него есть власть иногда сделать реверанс и сказать, возлюбленная голубка моя, но я с этим не согласен, что ты это самое, и я тебя отпускаю от этого твоего обета. Это не унижение, это просто говорит о разнице в личности женщины от личности мужчины, характера женщины. Но суть названия, которое мы здесь воспринимаем от Бога. Когда мы входим в новую духовную область. Есть гораздо больше требования к тому, что мы произносим своими ударами. И если мы в Мессии, то требования, предъявляемые к нам, еще больше возрастают. И созвучно с того, что мы читаем в этом недельном чтении. Хочу прочитать из Нового Завета нечто. В Евангелии от Матфея в 12 главе Иешуа произносит следующее. В Евангелии от 35-37 стиха, Матфея в 12 главе Иеш Тов мефит дворим טובим, мео Царо Ато. Иеш Рам мефит дворим раим, мео Царо Ара. И они сказали, что «Коль мила бетла, ши добру гны адам, и тну алей один в хешмон». Медобрехат те цтадек, и медобрехат те хуявы». Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Прежде всего, мы как верующие, мы должны посмотреть на эти слова, которые мы прочитали в недельном члене. Очень внимательно обратите внимание на эти слова. Потому что я думаю, что все мы, в обществе, и это касается и меня, которые проим на этом ходе, много раз грешим. Грешим словами, когда мы обращаемся к людям, которые вокруг нас. Может быть мы как-то постараемся поостричься от излишних каких-то обещаний и обедов. Но я думаю, что сейчас, когда я говорю, некоторые из нас могут различить, что мы да, решим этим грехом. И очень важно поостричься. И мы знаем, что в один из праздников, особенно в Ём Кипу, есть тфила, что не крыт Коль Нидрей. И есть очень известная молитва, называется «Все обеты». И смысл этой молитвы, когда человек исповедуется перед Богом, что он произносил обеты, «О, зарак, мирим льотовым». Или выскочили у него нехорошие слова. И он просит у Бога прощения. Я вижу требования, исходящие от Йешуа, чтобы мы покаялись за всякое неправильное слово. И туда, куда мы обращали свои слова про клятие, мы по тому же адресу произнесли благословение. Вы услышали меня? Кто меня услышал? Кто? А кто понял, если кто услышал? Можно вопрос? Вот например, пример обета. Вот я прям не понимаю. Они выросли, например, обета. Я хочу сейчас говорить, Альман Шуахер. Мы часто говорим имена, и людям даем, ты дебил, а ты дурак. Даже своим детям. А ты это, да, в том-то и дело. Но обет это же обещали? Секундочку. Я говорю про другое. Кто понял, о чем я говорю? Не тот вопрос, который сестра подняла, о чем я говорю. Кто понял? Но это и я понял. Нет, это не ясно. Кто понял, о чем я говорю? Очень важно. Замиот хашу чанахну нишмор ты. Очень важно хранить свою уста чистыми. Маша акшуэ. То, что вы спрашиваете, это не тяжело. Я преувеличиваю немножко. Кобычек. Кобычек. Я обещаю тебе, что я тебе дам 100 шекелей. Я забыл. Я пообещал что-то и забыл. Вы не делаете. Это просто просто. Или я пообещал отдать 100 шекелей. Или я перед Богом. И я говорю. И я говорю. Господь, я обещаю тебе. И я говорю. И я говорю. Каждый день вставать 4 часа утра с половиной. И до пяти я буду каждый день молиться. И я просто не учел того, что вот этот самый учитель, от которого я этому чудному уроку научился. Он встает каждое утро действительно. И молиться с четырех тридцати до пяти. А в час после полудня он просыпается и у него начинается жизнь. А мне в семь часов уже надо быть на работе. И так каждый день. И после недели моего исполнения, моего обеда, я чувствую, что я просто не тяну на голову. Но я обещал Бог. Потому что хотелось быть волей святыни. И в этот момент выходит на сцену муж этой девицы, которая пообещала. И они говорят. Слушай, что ты делаешь? Но, допустим, мужа нет. И уже нет папы. Что делать? Я дам вам решение. Придите к лидеру вашей общины. Он может тоже отменить вот это вот неразумно принятое решение. Бару? Понятно? Это шеур ришон. Аллилуйя! Наконец мы поняли, кому налетим. Шеур шинь. Второй урок. Также из недельного чтения мотот, которые мы читаем сегодня. Если мы из чисел читаем 31 главу, здесь есть очень интересный рассказ. И в общем, Аллилуйя говорит Моше, и Моше передает это лидерам коллег. И Медянитяне сделали вам много зла. И Моше говорит Рома, что у меня есть женщина из Медянитяне. А Моше говорит, что все такое. Моя жена из Медянитяне. Я очень счастлива вам. И я вполне доволен, но она хорошая девушка. И Моше говорит Моше, и Моше, и Моше, и Моше. Но ему говорят, посмотри, сколько вреда они нанесли народу Израиля. Сколько из-за этого Валака и Валаама, которые дали совет плохой и... Сколько раз решили, иди отмести им. И просто убивайте всех этих людей. Это немножко тяжело. И, может быть, мы более глубоко коснемся этого момента в другой раз. Но я хочу сказать сейчас одно слово. Не только грех Медянитя, который они сделали по отношению к сынам Израиля, поблек за собой суд в их отношениях. И я думаю, что это не только те вещи, когда они служили своими долгами. Я думаю, что там, в том числе, были какие-то проблемы на генетическом уровне. И Бог хотел сохранить чистоту сынов человеческих. И, если мы не говорим о том, что они не хотят вернуться к 6 главе из книги «Бытие», когда сыны Божьи входили к дочерям человеческим, помните, и рожали одни, рожали одни дети. И там начались всякие генетические проблемы. Но я не хочу говорить о это сейчас. Не эта тема нашего разговора. Они делают некима. И вот... Они мустиан за это делают. И Исраиль не делает это до конца, как это звучит. И мы думаем, что Моша немного не ломет из книги «Бытие» и говорит, «Почему вы сохранили жизнь этим?» И после всей этой ситуации, в 36-м и в 43-м, мы читаем что-то особенное интересное. И они ницеху от Мидиан, после того, как Исраиль победил Мидиан Нидиан, и захватили большое богатство, Моша митцаберам льетхалет. Моша повелевает им поделиться. Он говорит, «Часть, вы возьмут себе те, которые воевали, и в хелек-шене хамиши махус – табиру льям». Но половину того, что вы захватили, отдайте всему народу. И что интересно, «Это правило сохранялось в течение многих поколений в отношении Израиля к Бакфуриям». И когда мы читаем о войнах, который вел царь Давид, вы помните, что однажды часть войска устала, а часть продолжала воевать. И они взбатили большое богатство. И они сказали, что мы должны делиться с этим. И мы не сказали своими жизнями. А Давид сказал, «Нет, пополам будет». «Я хочу сказать, что тот же принцип работает во всяком цивилизованном государстве». «То, что зарабатывает здоровый жизнеспособный человек». «Почти половина идет на аналогии». «То, насколько ты могуча с точки зрения финансовой, ты больше отстегиваешь эту страну?» Например, страна поддерживает этих ребят, юных и талантливых, дает им 2-3 миллиона, чтобы они начали свое дело. И через 5 лет они развивают свой стартап. И они уже продают то же самое за 200 миллионов долларов. «И сколько остается в стране?» «50%. То есть то, что мы читаем в недельном четыре. Но ты должен научиться делиться. Ты должен научиться делиться». «То же самое, аналогичная вещь была с тем, что касается с манном. Флеб в небо падал. Вы помните? Ман падает. «То, кто собирал больше, он делился с тем, кто собрал меньше». И вот здесь Иешуа очень красиво говорит о том, что касается именно этого недельного чтения. Мы можем открыть шестую главу, Евангелия Матфея. Мы можем открыть шестую главу, Евангелия Матфея. От 19 до 21 стиха. Матфея. 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 свет который в тебе тьма то какого же тьма очень важно понять что добрый класс это на английский означает щедрый человек а злой глаз или темный глаз это означает и жадный человек и все эти стихи надо прочитать вместе чтобы понять общее что еще говорит здесь это очень связано с тем простыми словами не будет таким жадным на то что у тебя что также ребята не будьте будьте разумными во всем как много из вас знает чудесное слово паразит кто и живет за чужой счет и в писании есть учение о тех людях которые пытаются жить за счет общины царя и сожалению есть какие-то наши в общинах есть люди это не о нас будет сказ которые которые смело можно поразить есть маленькие большие и священные писания дают ясные указания лидерам и общины как обращаться с такими людьми и иногда мы лидер общины такие как по-русски молодушные и мы стесняемся это сделать но паразит в общине это подобен паразиту когда у вас паразит заводится в желудке это не благоприятно сказывается на вашем организме но это не наши темы поразили сегодня мы говорим о щедрости я хочу поделиться с вами несколько есть у меня несколько людей которые очень хорошо есть такие из них которые очень-очень и на мой взгляд иногда их щедрость граничит и просто с безуми но я вижу как бог благословляет эти люди и так готова настолько много ребята не надо будет сумасшествие со щедром сердце я вижу что бог и благословляет я вижу другие которые жадные и там не справляют и вот второй урок который мы выучили из недельного учтения мотот фоли биха эмоции 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 там где твои сокровища там же и твою сердце я виду было каша пожалуйста поймите это правильно океан 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 и сша и шиши третье рок у нас зэме омидбар шошшин бешалош ясно здесь 332 главы чисел векан Здесь мы видим, что сыны Рувена и сыны Менаши, прежде чем народ Израиля пошел в Бетонную землю, они приходят к Моше и говорят ему следующее, «Послушай, нам очень понравилось вот это место, мы хотим остаться здесь». И они так к нему, «Ну мы же все свободные люди, правильно?» «Ну мы же не можем сказать, что они очень понравились в Бритах». «Ну ведь что я могу поделать? Ну вот сердце мое в Соединенные Штаты Америки». И Моше говорит им, «Если вы хотите поселиться здесь, пожалуйста». Но вы должны понимать, что Бог вообще-то повелел вам войти в землю. «И вместе со всем народом завоевать эту землю». Они говорят, «Ок, давай заключим сделку». «Мы таки да пойдем, и мы будем воевать вместе со всем народом. Но наши жены и прочие, потом мы вернемся сюда, на это место, которое нам понравилось. И это все выглядит вполне логично. Но нам важно здесь научиться чему-то. Я хочу немножко в другом углу посмотреть на все люди. Несколько лет назад, один хороший друг ко мне приходит, и он говорит так, «Послушай, мое сердце прилепилось к одной девушке, она неверующая». «Я очень ее люблю». «Она уважает путь, который я избрал, веру». «Можно ли мне на ней жениться?» «Скажите мне, что Священное Писание об этом говорят». «Есть какие-то идеи другие?» «Можно, Дима?» «Можно, Дима?» «Можно, Дима?» «Можно, Дима?» «Я тоже говорю». «Они лоруэ, осер, асу литхатер и обедали ним». «Запрещается жениться или соединяться в одну семью с идолопокойником». «Обар, имбнадам, шаях лиам Исраэль». «Но, если человек принадлежит народу Исраэль, и мы должны, когда мы поступаем, мы должны понимать, что говорит Писание». «Мудар, можно, говорю я, а валь лороцуй, но нежелательно». «Потому что апостол Павел Шауль дает очень ясное предостережение». «Идхатер и мааху ахот, зе одифут». «Что предпочтительно жениться или выйти замуж за брата или сесту Павел». «Грама». «Почему?» «Очень простой ответ. «Хи яхоли и отчебель зублобами». «Может быть не замужние, ваша вторая половина, не замужние». «И варех, и варех отхем, бемашят эрусим лиман Иллхим». «Благословлять вас в том, что вы делаете для Бога». «Абаль, шансы, ше иладехем, илхуах орехем, мы отктени, ктени». «Но шансы, что ваши дети, которые родятся от неверующей половины, последуют за вашей вере, шансы такие, достаточно малы». «И очень может быть, что они оставят веру». «Но наша цель, чтобы поколение за поколением расширяло и умножало тело Мессии». «Мы должны смотреть вперед». «И все, что мы делаем, все, что мы, всякие решения, которые мы принимаем, мы должны делать это исходя из понимания, куда мы идем и что нас ожидает в будущем». «Как учителя Библии, они должны сказать, что «кутовым не усрым, несуим в маамин и не маамин». «Я должен сказать, что писания не запрещают женитьбу между верующим и неверующим». «Но есть предпочтение». «Лучше избрать». «И из этого недельного чтения мы читаем, что Рувен и Минаши, они где-то на грани компромисса выступают. «И все было нормально и хорошо в этом поколении. они выполнили свои обязательства и была победа у Израиля». «Но их дети и их внуки просто оставили народ израиля». «Вы понимаете, что происходит компромисс?» «Поэтому, священные писания говорят, придают очень большое значение предпочтительно держаться у лучшего, чем идти по краю». «Я хочу прочитать несколько стихов из послания Колосяна». «Я хочу прочитать несколько стихов из первых главвей». «Воэтому, если вы выросли с Маши, called on things which в земле, where there the Messiah лежит на землю Иллюхив, а в things which в земле не верят, и не в things which в земле. Третья глава, первые три стиха. Третья глава Колоссяна, первые три стиха. Итак, если вы воскресли с Мессии, то ищите горню, где Мессии сидит о Десную Богу. О горню помешляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта с Мессией в Боге. Когда же явится Мессия, Машея, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним, вас слады. То, что здесь написано, если мы соединились с Мессией, то, что вы представляете особенную часть народа Израиля. И для вас особенные требования. Поэтому, прежде чем вы сделаете шаг, который может уничтожить или убить, или хотя бы повлечь за собой опасность для вашего будущего, просто будьте мудрыми и не делайте этого шага. И с этой точки зрения, особенно к молодежи, я сейчас обращаю, не вступайте в брать неверующих. Не вступайте в брать неверующих. Потому что, может быть, это вполне приемлемо с точки зрения того, как понимается все это в Израиле. Но именно потому, что мы имеем уже какой-то опыт и множество примеров тому, что эти примеры кончились нехорошими вещами, то старайтесь идти проверенной дорогой. Один человек сказал, кто-то другой человек сказал, не тот, не первый пример. Я хочу жениться. Но она немного старше меня. Намного лет. И я ему посоветовал, не делая этого. Если это два, три, четыре года, это не важно. Но если она на десять лет старше тебя, а ты все еще юноша, это проблема. У Амар. А вы Дерек Принц хотели бахура. Арбейтер милу гердь у меня. А где я беседа? Дерек Принц. А Дерек Принц, и... Ну, вы знаете, кто это. И в свое время женился сын на... Молодой сын. И то, чем закончилась эта его инициатива, имело ужасные последствия. Иногда действительно бывают исключения. Но в большинстве случаев в Писании двоя идите чистым, проверенным путем Писания. И тогда вы не успеете. И принесете много плода Богу. Мы и вы от Ти. Есть здесь люди, которые меня поняли? Нет. Мы. Все они не поняли, но... Мы не поняли. Акшар, бешам Блисайям. И сейчас мы можем закончить. Отец наш, Который Небеса, я благодарю тебя, что Писание, я, дают нам мудрость и могут сохранить нас. для лучшей жизни. Я молюсь, Господь, о мудрости и сбалансированности для каждого из нас. Я молюсь о том, чтобы Дух Святой сохранил нас от ошибок. Я молюсь, Господь, чтобы ты сверхъестественной своей силой помогал мне во всеми силами и скажет Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok